Доброе утро! У нас совсем еще ранее утро, 8 утра, так что вам уже полегче присоединиться к семинару. Так, я думаю, просто, я просто не знаю, слышите ли вы меня хорошо, да, но думаю, что все нормально. А, спасибо, да, спасибо. А то мне было, ну, непонятно, да, говоришь, как будто сам за мной. Благодарю. Ну что ж, да, можем тогда понемножечку начинать, у всех времени, да, не так много. Всем еще раз доброе утро, меня зовут Яна Покрас, я директор компании, принимающей в Португалии For All Travel. Мы находимся в Лиссабоне, непосредственно наш офис, поэтому всем большой привет из Лиссабона сейчас. И сегодня я хотела бы немного вам рассказать о Португалии, да, в целом, и кое-что побольше как-то деталей о наших турах, которые находятся в продаже, потому что появляются разные вопросы, да. Хотя многие из вас уже побывали в Португалии, либо еще только приедут, я думаю, обязательно, да, потому что действительно это очень важно, безусловно, всегда знать продукт, который мы продаем, да, это облегчает нам жизнь, мы можем легче донести до наших клиентов, поэтому у кого будет возможность. Я желаю, чтобы у каждого была возможность приехать не раз в Португалию, потому что на сегодняшний день, как вы знаете, да, Португалия в тренде, в моде, и на самом деле страна, да, которая интересна, многие не ожидают, но открывает для себя что-то новое. Поэтому даже вот название, как бы, да, вебинары такое, Португалия одна страна, тысяча открытий, потому что на самом деле, хоть Португалия и небольшая, но она очень разносторонняя, разнообразная, да, и каждый турист может найти здесь что-то для себя свое, да, кого-то интересует история, кого-то монументы, кого-то вина, кухня, океан, да, и поэтому все в этой небольшой стране есть. В целом, я, конечно, не буду, как бы, давать таких прям детальных, да, о стране, потому что все это можно и в интернете, да, почитать, может быть, какие-то, кстати, у вас будут вопросы, да, по ходу, вы мне тут пишите, я читаю вот чат, да, то есть постараюсь обязательно ответить на эти вопросы, но, как бы, основные моменты больше, вот мы будем, там, о турах, да, и, ну, кое-что вот я буду рассказывать, если будут вопросы, пожалуйста, задавайте. Ну, что же, начнем, так, сейчас, подождите, минуточку тут, так, как я уже говорила, да, что Португалия на сегодняшний день это одно из самых популярных, востребованных направлений вообще в Европе и в мире. Два года подряд Португалия занимает премии как лучшее туристическое направление мира, это вот в 2017 и в 2018 году. Последнее время вообще рост туристов в Португалии, да, увеличился по статистикам, вот в 2018, в 2017-2018 год примерно 20 миллионов туристов, да, в Португалию приехало, и приезжает еще все больше и больше, основные, конечно, рынки, да, это очень много европейцев, англичанин, которые здесь для себя давно открыли, да, эту страну. Ну, и, конечно, российские туристы сейчас опять заново начинают возвращаться, потому что пару лет назад, еще до кризиса, уже показатель российских туристов был достаточно высок, но потом настал кризис, да, как всем нам хорошо известный, и, конечно, этот показатель упал. Но уже если сравнить после кризиса, вот в прошлый 2018 год показатель стал увеличиваться, поэтому спроса все больше среди наших туристов, да, и мы должны как бы делать больше, да, рекламы с наших сторон, как и агенты, да, как и принимающие компании, чтобы все-таки Португалия вошла, тоже была в моде, да, среди наших туристов, да, русскоговорящих. Поэтому сейчас я немножечко расскажу, почему именно, да, вот она привлекает, почему столько людей сейчас стремятся в Португалию, хотя страна, как я уже говорила, небольшая, площадь Португалии 92 тысячи квадратных километров, севера на юг 800 километров не достигает, западу на 100-228, поэтому размеры у нее, конечно, очень небольшие, да, самая западная страна Европы, а мы-то со всех сторон почти Атлантикой, кроме там севера, граничит с Испанией, и лететь в Португалию, да, из Москвы на сегодняшний день у нас прямые рейсы только с Москвой, это 5,5 часов в среднем, да, занимает полет 5-5,5 часов. Как в курсе, да, летают португальские авиалинии ТАП, летает Аэрофлот, да, вот на постоянных таком, вот на постоянных рейсах, поэтому вот эти основные компании, через которые туристы к нам прилетают, часто, конечно, бывают туристы из регионов, да, могут прилететь и через Европу, да, то есть тут уже рейсов очень-очень много, и вот так вот попадают в Лиссабо. В Португалии три основных аэропорта, находится, это Лиссабон, и на сегодняшний день Лиссабонский аэропорт, многие, потому что спрашивают, как далеко или нет, он вообще почти в центре города, потому что его построили 75 лет назад, тогда он был за чертой города, но теперь город разросся и до центральных отелей 10-15 минут, да, ехать езды, ну, когда пробки бывают чуть побольше, но, допустим, чтобы вы понимали, когда у нас трансферы на вылет, мы всегда везем за, то есть мы назначаем время примерно обычно за 3 часа до вылета. Почему за 3 часа, хотя многие говорят, о, аэропорт так близок, да, дело в том, что до аэропорта мы можем доехать довольно быстро, да, там, в течение 20-25 минут, а потом вся иногда загвоздка в самом аэропорту. Вообще, у португальцев, ну, я сейчас о них немножечко расскажу, да, народ такой очень доброжелательный, у них очень много положительных качеств, да, но есть такое свойство медлительность, да, это люди, которые никуда сильно не торопятся, да, любят сказать, завтра-завтра подумаем, завтра решим, а иногда смеются над собой, говорят, лучше сказать, на следующей неделе, да, это будет точнее, потому что здесь все очень медленно, это именно, понимаете, это как стиль жизни такой, да, то есть ты не можешь даже их иногда торопить, ну, вот просто они примыкли к более такому размеренному образу жизни, да, и, соответственно, это касается как бы всего, да, и в том числе аэропорт, что немаловажно, когда туристы туда приезжают, да, аэропорт Лиссабон, он небольшой, и так как здесь очень много рельсов, да, на вылет, соответственно, пока они пройдут зону контроля, досмотра, да, пока транспортный контроль, поэтому три часа это обязательно, да, вот, и если у вас будут индивидуальные туристы, да, вот, пожалуйста, рекомендуйте, что вот за три часа, допустим, будет трансфер в аэропорт, за то, чтобы они спокойно там все прошли, да, если кому-то еще нужно там дьюти-фри, да, на поздок, но вот это время достаточно, то есть за два там часа никогда не назначайте, несмотря на то, что очень аэропорт вылезает, но сейчас нам одобрили как бы здесь новый, проект строительства аэропорта за Лиссабоном, за рекой в 2022 году, как бы говоря, что, скорее всего, будет уже новый аэропорт, так как этот уже, ну, не вмещает, да, такое количество людей, которые сюда прилетают, вылетают, но до 2022 года еще, то есть три года, а если португальцев завтра-завтра, еще не факт, что они, да, сдадут проект вовремя, то есть еще в будущих три года аэропорт Лиссабона будет действовать здесь, в городе, да, и, конечно, в принципе, для трансферов это очень удобно, то есть быстро людей забрал, да, отвез, и также потом привез назад, но вот этот момент, конечно, вот важный, да, вот с аэропортом, чтобы не опоздать на рейсы, чтобы потом ни у кого не узнав, не было никаких проблем. И также есть аэропорт в Порто и в Фару, да, на юге Португалии. Иногда бывает, что туристы прилетают в Лиссабон, и потом, допустим, в Порто они решают, часто, кстати, индивидуально именно туристы, не ехать на машине, да, там, а просто долетели, это, конечно, здесь лететь очень быстро, да, то есть и Фару на юг Португалии, то есть здесь какое-то распространено. Также в Португалии, конечно, относятся острова, да, остров Мадейра, Азорские острова, из Лиссабона до Фуншала лететь примерно 1 час 20 минут, 800 километров, да, то есть зависит от ветров иногда, от погоды. И потом уже также из Лиссабона летят на Азорские острова, Сау-Микел основной, да, основной такой остров, и там уже по островам. То есть такое авиасообщение. На Мадейру на данный момент паромы не ходят, потому что раньше было из юга, с Алгаровой шли паромы можно было, но это очень, как бы так, не совсем удобно было, паром шел 24 часа, то есть не совсем комфортно, да, когда можно сесть на самолет, это все гораздо быстрее и удобнее, комфортнее. Ну и почему же Португалия действительно привлекает, что здесь особенного, да, вот как продавать Португалию туристам, почему именно сюда нужно приехать к туристам, да, что они могут увидеть, несмотря на то, что очень, как бы, поток туристов растет, действительно, да, но Португалия в Европе это еще та страна, где вы не ощущаете, как бы, туристов, вот, как бы, они повсюду, то есть вы тут еще чувствуете свободу, да, даже, конечно же, такие города, как Лиссабон, Порту, они обязательно, да, привлекают, естественно, это старинные и древние такие города с богатейшей историей интересной, но здесь вот вы, это не Париж, это не Прага, да, как вы знаете, да, это города, где ты особенно, даже, вот, даже сейчас там уже много туристов, да, а летом так вообще пройти негде. Естественно, Лиссабон, Порту, они популярны, но вы еще спокойно, так сказать, можете дышать, да, а если когда уже начинается, например, тур какой-то, туристы выезжают в другие городки, то они сами часто говорят, удивительно, почему так, как бы, мало туристов, хотя туристы есть, да, ну, как-то вот все расходятся, и им, нашим туристам, естественно, это нравится, что они еще видят страну, и большое количество туристов, да, поэтому, как бы, в Португалии еще такой момент можно ловить, что действительно ты не будешь в этой гуще туристов, что нигде не пройдешь, а громадные, да, очереди такие вот, что стоять за билетами. Конечно, допустим, август месяц, да, это месяц, как все знаете, в Европе, когда многие берут отпуска, да, то есть, в том числе и португальцы, и, конечно, август, да, везде можно увидеть больше, да, туристов в городе, в музеях, там бывают очереди, да, но это лишь вот единственный такой вот месяц, да, остальные все более-менее нормально. Португалию выбирают, потому что, конечно, да, здесь солнце, пляж, море, как вот мы можем видеть здесь на слайде, так как расположение, да, страны, оно такое благословенное, можно сказать, да, очень действительно хорошее, здесь в Лиссабоне, если мы говорим, да, почти 300 дней в году стоит солнце, например, да, погода летом средняя в Лиссабоне, дневная это где-то плюс 27 градусов, да, может быть, конечно, выше, летом бывают дни, когда и до 40 может дойти, но это очень редко, но 35 там может быть, да, и здесь яркое палящее солнце, поэтому всегда рекомендуйте туристам брать очки, причем круглый год солнечные очки, пусть берут круглый год, потому что здесь солнце яркое, а если кто из вас был, да, тут много брусчатки выложено, да, на полу светлая брусчатка, которая также отражает солнце, да, и поэтому люди без очков иногда тяжело, да, видеть, потому что очень яркое солнце, даже зимой, да, то есть можно брать и на всякий случай, там, зонтик и солнечные очки, а летом, конечно же, обязательно крем, солнцезащитный крем, даже на экскурсии, там, да, на, когда они в экскурсионном туре, лучше нанести крем, да, потому что солнце сильное, да, чтобы наш отдых был безопасный, да, и для нашей кожи в том числе, но солнце, безусловно, это большой плюс, да, в Португалии, и туристам всем нравится, особенно уже когда весна, лето, осень, здесь очень много таких террас, эспланады, да, где можно попить кофе просто, да, посидеть там, посмотреть на реку, на океан, да, это, конечно, большой-большой такой плюс. Пляжи, да, в Португалии, естественно, здесь почти 800 километров береговая линия, да, на сегодняшний день около 200 пляжей, которые именно разрешены даже чуть больше для купания. Купальный сезон начинается где-то в, именно, середина июня, да, середина июня и до середины сентября. Но это не значит, что если стоит хорошая погода, в марте, апреле, май, даже сами местные идут на пляж позагорять, да, иногда некоторые даже купаются, потому что марк бывает уже очень теплый, да, май в том числе год от года как бы зависит. Кстати, я начинала говорить про погоду, извиняюсь, забыла, да, то есть летом в Лиссабоне жарко бывает, да, вот солнце их много и 27-30, но дело в том, что город стоит на реке, и здесь уже океан 12 километров, да, от Лиссабона, поэтому к вечеру температура снижается и становится прохладно, в городе нет такой вот изнуряющей жары. Конечно, там, допустим, с 12 до 3 может быть, да, жарко чувствуется, но это вот единственный такой вот период, когда на самом деле жара, да, остальное все более нормально, то есть утром здесь всегда прохладно, к обеду прогревается, да, и к вечеру температура спускается, снижается, поэтому разница иногда между дневной и ночной температурой, да, бывает около 10 градусов, то есть большие перепады. И, кстати, вот для туристов даже летом, да, ну и вообще весь период рекомендуйте, то есть брать все равно что-то с собой из верхней одежды, ну, такую какую-то кофточку, там, куртку, да, потому что могут быть литра с Аклантики, и к вечеру действительно становится прохладно, потому что многие туристы думают, ох, еду на юг, там жарко, это не средиземноморский климат, да, и вот эти перепады температуры, они, ну, достаточно ощутимы, поэтому, чтобы комфортно себя чувствовали, да, лучше прихватить что-то такое тоже потеплее на вечер, накинуть, по крайней мере, зато, так они потом не будут искать магазины, где купить теплую одежду, да, потому что, как бы, не ожидали, многие вот едут, думают, все жарко, и здесь такое не пригодится, ну, и тем более, потом, допустим, какие-то, если кто в экскурсионном туре, все равно продъезжают часто к пляжам, да, какие-то мыса могут быть, и там тоже бывают ветра, также на холмах, где-то какие-то смотровые площадки, тоже бывают ветрено, потому что вот Атлантика, да, соответственно, вот можно всегда что-то легкое такое накинуть, да, и уже не замерзнуть. Ну, а зимой температура средняя в Лиссабоне, плюс 12-14 градусов, дневная температура, да, ночью температура спускается, но ниже нуля не бывает, обычно ночью где-то, может быть, там, плюс 5, плюс 8, да, когда уже ниже, то это уже холодно. Зима – это декабрь, январь, февраль, сейчас вот февраль, хотя вчера днем у нас было плюс 19 градусов, многие говорят, о, уже весна, все ждут, было очень тепло, сегодня тоже попадают где-то будет плюс 17 градусов, да, поэтому вот такая приятная, как бы, естественно, погода, снега нет, все зелено, все цветет, да, вот вы, начиная вот с февраля месяца, сейчас, например, везде уже цветущие мимозы, многие деревья уже цветут, алоэ у нас такой, как бы, зимний цветок, но он тоже цветет вот и вовсю, поэтому вот начиная, как бы, уже с февраля месяца, да, это такой самый красивый даже период, когда везде зелено, да, все вот начинает зацветать, на континентальной части, да, мы не берем Мадейру, Мадейра – это особенное, там всегда все красиво, но здесь вот именно этот период самый такой наилучший. Наоборот, даже, на мой взгляд, например, вот уже середина июля, а август месяц такие иногда, не совсем красивый, так сказать, почему? Потому что выжженная уже много травы, да, повсюду из-за палящего солнца, и вот уже с сентября потихонечку там обновляется, а трава уже более-менее зеленее, а так вот, наоборот, июль, август, начало сентября, ну, как бы, менее красивые, да, то есть они красивые, но вот это нет зелени такой вот из-за солнца, поэтому вот сейчас этот период, наоборот, очень классный. Так что здесь зима по сравнению со снегом, да, который в России, особенно если где-то в регионах север, да, то это почти как весна, да, и вот сейчас туристы здесь радуются, да, все почти загорают, можно сказать, да, из-за того, что очень приятная погода. Поэтому вот солнце, море, пляж, да, океан, конечно, мечта попасть на океан, это такие очень важные факторы, которые есть в Португалии, да, и они привлекают. Здесь мы можем видеть тоже, да, вот следующий слайд, что города Лесабон и Порто, они, безусловно, да, являются, ну, такими более яркими городами, да, в Португалии, куда все стремятся. Два совершенно разных города. Порто никогда не был в столице, и Португалии, как иногда некоторые говорят, Порто просто дал название всей стране, да, всей стране, но действительно, он не был столицей. Хотя Лесабон древнее, чем Порто, да, Лесабон еще был основан во времена финикийцев, это почти 1200 лет до нашей эры, поэтому Лесабон часто сравнивают по древности, да, как Рим, как Афины, на самом деле это очень старинный город. Единственное, когда на него смотришь, да, то, может быть, ты не чувствуешь такой древности, потому что периодически он обновлялся за счет землетрясений, которые здесь были, и вот самое разрушительное было в 1755 году, в 18 веке, которое изменило облик города. Остались какие-то районы более старинные, да, но, допустим, район Пайши, это исторический район Лесабона, все было перестроено после зимней трясения, да, поэтому тут много архитектуры 18-19 века, поэтому, когда многие попадают в Порто, да, кажется, о, Порто, какой древний, то есть по сравнению с Лесабоном, да, но по возрасту, наоборот, Лесабон намного старше, да. Лесабон стоит на синих холмах, узкие улицы, да, вот в старом городе, знаменитые желтые трамвайчики, есть, кстати, очень интересный экскурсионный трамвай. Туристы, когда у нас приезжают, да, в фуры, например, да, то, во-первых, они обязательно получают, какие-то, как бы, дополнительные такие, да, листки здесь информации, как пользоваться транспортом, что немаловажно, да, потому что все равно бывают там свободные полдня, там, вечера, там, да, и они понимают, как пользоваться городским транспортом обязательно, ну, и, конечно, уже виды во время первой экскурсии обязательно рассказывают, да, что в свободное время можно сделать, то есть там в Лиссабоне, например, советуют прокатиться на трамвае, есть туристический трамвай красного цвета, да, вот рейсовый, а не желтого цвета, красный, экскурсионный, и у них есть маршрут 7 холмов, 1 час 20 минут, то есть, в принципе, этот трамвай, он рассчитан на 24 часа, можно ходить, выходить, да, такой хоп-он, хоп-оп, но если времени нет, то можно дать полностью круг 1 час 20 минут, и они увидят тоже старый такой вот Лиссабон, да, потому что, конечно, во время экскурсии что-то охватывается, да, но вот именно колорит Лиссабона, это вот эти холмы, вверх-вниз подъемы, да, это вот эти улочки, где иногда ширина 1,5-2 метра, и это можно увидеть лишь только, если ты ездишь вот на трамвай, либо рейсовом, да, либо вот на таком туристическом, но это все им советуется, да, чтобы они действительно почувствовали колорит, да, города. В городе, в Лиссабоне, много смотровых площадок, во время экскурсии они тоже бывают, откуда смотрят разные панорамы, потому что Лиссабон это город-панорам таких вот, да, и, то есть это, по крайней мере, они все видят. Порто, противоположный Лиссабону, да, город более всегда был купеческий, город торговли, город, который тоже стоит на реке, что Лиссабон и Порто на реках стоят, да, Лиссабон река Тежу, а Порто река Доуру, но Порто еще частично на океане стоит, но Порто город шести мостов, да, его называют город мостов, вот тут мы как раз можем видеть, да, знаменитый мост Луиша, первого, знаменитые лодки Рабеуш раньше, по которым спускали портрель, портрель, бочки с портрельным для хранения, вилла Ново-Дегая, то есть совершенно разные города, почему, потому что Лиссабон город светлый, здесь строилось много из ясняка, светлый такой вот камень, да, красный черепичный крыш, на том, что по всей Португалии, но Лиссабон светлый, более масштабный, более просторный город. Порто на севере преобладает гранит, да, это уже более серые оттенки, в городе очень много архитектуры, Барокко, и влияние Англии, Франции, да, то есть там вот можно увидеть, ну, больше англичане, северная вот такая Европа, то есть она присутствует, поэтому, когда мы говорим о Порту, для нас это уже северный город, да, то есть хотя всего 300 километров от Лиссабона, но меняется совершенно картина, да, и Порто, и Лиссабон вообще в целом сейчас становится значительно лучше, потому что очень сильно реставрируется, выкупается много зданий, которые раньше были вообще в ветхом, в таком ужасном состоянии, сейчас идет большая реставрация, и, соответственно, конечно, это все становится красивее, да, и в плане, в том числе, кстати, в этих городах все больше и больше отелей становится, апартаментов, да, что для нас немаловажно, ну, то есть, потому что особенно в Порту большие проблемы с отелями, ну, их немного, да, как бы, вот, для групп иногда тяжело находить отели, вот, но для индивидуальных клиентов особенно выбор становится вообще такой очень большой, и это здорово, да, мы можем предложить разные варианты, именно уже современной, современных отелей, либо апартаментов, что тоже наши туристы иногда спрашивают, поэтому вот эти два города, да, они, конечно, привлекают. Потом, почему вот Португалия еще, да, я же чуть поменьше буду рассказывать, я не так много, прогулки пешком на велосипеде, то есть, именно больше здесь даже пока, как бы, говорится о природе. В Португалии уникальная природа, размер ее небольшой, но очень разнообразные ландшафты, то есть, на небольшой такой территории, да, мы можем увидеть с вами скалистые побережья, песчаные пляжи, гроты, пляжи, потрясающие леса, далее, одна из самых зеленых стран, да, вот тоже в Европе считается, здесь, например, самое большое растет количество эвкалиптовых деревьев в Европе, кстати, очень хороший и воздух, да, то есть, здесь чистый воздух, хорошая, как бы, во-первых, и океан находится, Атлантика, да, все это сдувает, выдувает, плюс еще эвкалиптовые деревья здесь повсюду, поэтому для здоровья здесь даже хорошо побывать, да, чтобы, вот, подышать всем этим, начиститься, много также здесь сосновых лесов, пинья, средиземноморская сосна тоже распространена, да, то есть, разнообразная такая вот и флора, да, плюс еще есть места, конечно, где разные парки национальные, да, леса есть в том числе, и там частично где-то в Турах, допустим, они тоже проезжают, то есть, вот, ландшафт разнообразный, допустим, северстрамы, это более горные места, да, холнистые, например, регион Алентежо, о котором еще вам расскажу, там, наоборот, это один из таких самых полских, можно сказать, регионов, да, но где этот регион, где всегда он считался житницей Португалии, потому что там выращивали и выращивают чиницу, рожь, регион пробкового дуба, оливковых деревьев, хотя оливки здесь повсюду, да, вот, но это, я к тому, что, когда люди путешествуют по стране в туре, да, либо экскурсии даже берут, им не надоедает, как бы, там, переезды какие-то, да, хотя здесь особых переездов нет, там, единственный самый такой марш-бросок, так сказать, если в каком-то туре, это от Лиссабона до Порту, да, более такой значительный, 3,5 часа, да, занимать, ну, где-то местами, естественно, с остановками, но если по прямой Лиссабон-Порту, да, это 310 километров, то есть около вот 3,5 часов. И также, допустим, у нас есть тур, который, тур «Новый взгляд на Португалию», он охватывает Алентежо и Алгарвы, о нем вам расскажу, то там есть переезд из Алгарвы до Лиссабона, но, опять же, там, с остановкой в Ситуболе, да, но это тоже, если даже по прямой, так сказать, ехать, да, это максимум тоже 3 часа, да, то есть это самые большие такие переезды, да, а так все остальное, как бы, логистика туров продумана так, чтобы люди не уставали в автобусе, да, чтобы они выходили, смотрели, то есть отдыхали, да, и вот не было вот этих длинных переездов. Но если даже вот какие-то экскурсии, да, вот поехать там напрямую в Порту-Алгарвы, то максимум 3,5 часа – это, конечно, немного, да, в принципе. И главное, что в Португалии очень хорошие дороги. Когда она вступила в Евросоюз, в 1986 году получили денежные дотации, да, и вот что португальцы стали строить – это дороги, инфраструктуры, и именно дороги здесь отличные, да, вот трассы скоростные, по которым вот ездят 120 км в час, там разрешено, автобусы туристические только 100 км в час, это по закону, да, поэтому как бы все безопасно, да, должно быть прежде всего, естественно, вот, но сами трассы идеальны, да, и в идеальном состоянии, поэтому едешь – одно удовольствие, да, и когда ты передвигаешься, то, соответственно, ты смотришь на вот эти пейзажи, и они очень разнообразны, то есть не устает глаз, да, то есть не скучно, туристы едут, ну, помимо того, что мигит, что-то, естественно, рассказывает, да, а также просто чтобы глаз отдыхал – это тоже, да, немаловажно, по крайней мере, вот именно природа здесь красивая и интересная, особенно, когда попадает на океан для наших туристов, это все, да, это мечта, и, ну, это понятно, когда ты тут живешь, иногда уже не придаешь этому значению, да, но иногда радуешься, как здорово, что раз захотелся, он на машину поехал, потому что океан – это не море, да, это совершенно другая стихия, которая заряжает тебя, да, которая, ну, ее ни с чем не сравнить, и, естественно, это здорово его увидеть. Поэтому вот, допустим, есть туристы, да, кто любит и природу, и вот такие активности, там, велосипеды, пешком, то есть много трекингов, да, если бирать остров Мадей, Разор, Ревады, прогулки пешие, но даже здесь на континентальной части много разных вариантов, да, если туристы, вот, кто любит именно пешком гулять, природу, то можно подобрать разные варианты маршрута. Дальше сёрфинг, да, конечно же, молодежь особенно, приезжая в Португалию, там иногда хочет попробовать уроки сёрфа, есть сёрф-школы различные, Португалия – одна из лучших волн, да, в Европе считается безопасной, не такую, то есть можешь спокойно кататься, если ещё встанешь на эту доску, это уже тяжело, требует практики и физической подготовки, не всё так просто, но помимо сёрфа, конечно, все водные виды спорта, здесь подходит кайт-сёрф, винт-сёрф, потому что ветра, да, причём, опять же, вся Португалия, юг, начиная с юга, есть споты, то есть если вас туристы интересуются именно водными видами спорта, да, то просто нужно знать, чем, что, на каком уровне, во-первых, какой вид спорта, на каком уровне, потому что в Португалии есть именно места, которые лучше для сёрфинга, для, допустим, начинающих там профессионалов, да, кайт-сёрф, винт-сёрф, поэтому всё это можно как бы тоже, да, подобрать и так уже предоставить им лучше условия. А гольф, ну, среди наших туристов, да, пока гольфом мало кто увлекается, но вообще Португалия уже много лет подряд лучше гольф в направлении Европы, да, особенно Алгарба регион, там шикарнейший гольф поля в окрестностях Лиссабона, Синтра, Эштарил, это знаменитые такие атистократические, то есть, да, места, где раньше всегда играли в гольфы, по сей день, поэтому предложений по гольфу очень много. А летом в Португалии особенно много музыкальных фестивалей, да, то есть, можно заранее там тоже посмотреть, какие фестивали, есть больше такого масштабного уровня Rock in Rio, местные фестивали, то есть, всегда что-то происходит, очень много музыки, но это летом, когда уже погода налажена, да, и вот можно тоже совместить здесь свою поездку с фестивалями. Португалия привлекает, конечно, за то, что здесь вот богатейшее всемирное наследие, страна небольшая, да, но на сегодняшний день 19 мест классифицированы ЮНЕСКО как всемирное достояние человечества, то есть, это могут быть какие-то монументы, например, Лиссабоне, это монастырь Пьеронимитов, Жиронимуш, да, знаменитая башня, Тору, Дебилэнь, города, исторические центры городов, например, город Порто, его историческая часть классифицирована ЮНЕСКО, ЭВАРА, ЭЛВАШ, да, а также природные места, например, вот, вильный регион Тору, который мы можем видеть здесь, вот, да, первая картинка, где делают знаменитый портфель, но еще это потрясающей красоты регион, все эти террасы, которые ручным спортом сделали руками люди в течение многих веков, они, конечно, поражают, и он тоже классифицирован ЮНЕСКО, да, как всемирное достояние человечества, то есть, даже то, что классифицировано ЮНЕСКО, да, очень разнообразно, то есть, я говорю, это не только там здания, да, какие-то архитектуры, но и природные места, и города в том числе, и Португалии в этом плане очень большое наследие, помимо того, что еще много национальных, да, монументов, и, конечно, допустим, для наших туристов, да, многие вот все равно приезжают в Португалию в такие экскурсионные туры, посмотреть страну, да, и, допустим, в наших турах мы всегда стараемся, опять же, вот, показать немножечко разнообразие, да, не так тупо там в один день 3-4 монастыря, от которых ты уже хочешь или не хочешь, немножечко можешь устать, да, согласитесь. И, конечно, как бы это интересная история, но чтобы в один день было столько однотипного продукта, да, это, ну, не совсем интересно. Поэтому, допустим, когда мы делаем маршруты, да, то мы стараемся, как бы, показать немножечко разный, да, например, город какой-то, да, потом монастырь ЮНЕСКО, потом заехать в город, который на океане, то есть вот, ну, показать разностороннюю, да, такую вот Португалию, и главное, чтобы люди отдыхали, потому что это, как бы, главная цель, да, чтобы они прочувствовали страну, как вы понимаете, вот наши ощущения, по-моему, на сегодняшний день, это главное, что у нас остается, да, в памяти, вот эту радость какую-то, которую ты испытываешь, да, потому что невозможно увидеть все, да, я живу в Португалии 17 лет, и то все здесь не видела, хотя я знаю, очень-очень хорошо, естественно, да, но ты, и как турист, когда я путешествую, да, в другие места, конечно, да, ты хочешь увидеть, но ты хочешь и отдохнуть, почувствовать, насладиться, да, и, мне кажется, это очень важно для туристов, да, чтобы они почувствовали, влюбились, захотели сюда вернуться назад, да, передали вот эти свои ощущения, там, другим людям, и также, да, помогли нам продать другим туристам еще этот продукт, а главное, чтобы они просто отдохнули, да, и вот это все почувствовали, поэтому вот, как бы, благодаря, как бы, ну, правильной логистике, да, можно преподнести тоже верно, да, вот, для туристов сделать маршрут комфортный, да, не просто вот, ну, были-были чисто так для галочки, да, хотя, естественно, там, ну, по запросу иногда группы хотят вот так все увидеть там, да, без проблем, то есть по желанию можно, да, но идея все равно чуть-чуть, немножечко, как бы, вот, ну, такая вот, более расслабленном, да, видимо, тоже посмотреть, узнать, но просто прочувствовать, да. Дальше. Гастрономия и вина. Конечно, да, Португалия известна своей кухней, своими винами, и это здорово, когда в стране есть что поесть, попробовать, да, чтобы не остаться голодным, и в Португалии очень разнообразная кухня, начиная, естественно, от рыбы, морепродуктов, те города, которые на побережье, это больше рыба, морепродукты, хотя португальцы очень любят мясо, в том числе, да, вот, центр Португалии, уже, вот, центральная часть, ближе к границе, к Испании преобладает мясо много, это черный поросенок, просто там поросенок, молочный поросенок, в центральной части Португалии знаменитый Лейтаун, да, любят барашка, да, то есть козленок, здесь тоже очень распространен, да, и на севере, под Синтры, например, да, то есть много мясных, мясных блюд, и португальцы с удовольствием это едят, поэтому кухня очень разнообразная. Португалия это не страна высокой кухни, да, хотя здесь, естественно, есть рестораны с Мишлиновской вездой по всей стране, то есть, в принципе, можно и такой продукт дать туристу, если нужно, но в целом, если мы говорим, как бы, о португальцах, они любят поесть, и еда для них это все, как говорят, война войной, обед обедом, это про португальцев, то есть все здесь всегда обедают, обязательно, да, могут после выходных, там, час-полтора говорить, кто где был в выходные дни, что где попробовал, мужчины могут рассказать, моя мама приготовила какое блюдо, и это считается нормой, да, потому что для них это часть жизни, и очень большая еда, вино, да, и вот в этом они себе не откажут, поэтому, в принципе, проблемы такой, где поесть, в Португалии не стоит, когда туристы приезжают, мы, допустим, им тоже дополнительно отдаем еще такой как гастрономический словарь с переводом, да, там, португальский на русский, советуем, какие можно блюда попробовать, да, что-то такое, вот, напитки там, ну, то есть, они получают, да, чтобы им немножечко тоже полегче, да, было, хотя уже многие едут такие подготовленные, сами знают, что им нужно попробовать, да, именно в Португалии, а также здесь, конечно же, да, вино, страна небольшая, но 28 видных региона, пьют португальцы каждый день, вино употребляют, но проблем с алкоголизмом особо нет таких, вот, да, но, естественно, туристы для себя открывают вино, зеленое вино, да, это молодое вино, оно из удозревшего винограда, и в него легкий газ, да, оно более свежее, вино Верда, да, мы говорим о летом, очень хорошо подходит к рыбе, к морепродуктам, да, и просто там бутылочку зеленого вина, это популярно, и в наших турах, почти во всех есть, когда, если я с север еду, то, потому что зеленое вино производят на самом севере регион, Нинью, это уже за Порту, и если туристы там, то они обязательно посещают, допустим, в наших турах знаменитую усадьбу Кинтады Авеледа, это усадьба еще с 17 века, семейная, очень красивая сама усадьба, с шикарным парком 19 века, в стиле романтического периода, да, вот, и там они дегустируют два вида вина, и также сыры, которые они производят, и летом это, конечно, очень хорошо, потому что действительно, я смотрю, извиняюсь, пока не очень хорошая стресса была, ну, летом это очень здорово попробовать, да, и многие туристы берут домой потом с собой, конечно, также Портвейн, Мушкотел, это в Португалии делают три ликерообразных крепких вина, 20 градусов в основном, они от 18 до 20, это Портвейн, Мадейра и Мушкотел, да, это вот тоже то, что можно привезти из Португалии, и много сладостей, много выпечки, много всяких таких вот пирожек, да, вот, знаменитый паштейст, но дело в том, что когда туристы в Туре, например, да, то есть, соответственно, гиды рассказывают еще о кухне региона, потому что передвигаешься по стране, меняешь регионы, и так как португальцы и сладкоежки, и любители поесть, то в каждом регионе обязательно будут какие-то свои особенности, да, то, что рекомендуют попробовать, и об этом они как бы всю информацию, да, получают. Есть также у нас виногастрономический тур, потом я немножечко вам покажу, да, и вот тоже можно там больше попробовать такие традиционные блюда. Ну и, конечно, Португалия привлекает еще, потому что все считают, что атмосфера в стране очень приятная, дружелюбная. Португалия пока одна из самых безопасных стран в Европе, да. Единственное, всегда предупреждать туристов, что сейчас из-за того, что много туристов, да, в стране, то и карманников много. Лиссабон, Порто, Синтра уже стало, то есть, везде нужно быть аккуратными, да, потому что карманники не спят, вот, и, ну, бывают случаи, к сожалению, да, что вытаскивают деньги, то есть документов, в принципе, нет, но это как бы не очень приятно, естественно, что ты останешься без денег, да, в стране. Поэтому вот это единственное, что стоит предупредить. Остальное гулять вечером можно спокойно, да, то есть никто там на тебя не нападает, то есть все очень спокойно. Всех интересует, кстати, вопрос с эмигрантами, которые сейчас центральной части Европы, да, вот в Португалии их нет. Почему? Потому что Португалия в Европе считается одной из самых небогатых стран, да, в Евросоюзе, зарплата ниже, пособия ниже, и поэтому они сюда не стремятся, да. Так что на улицах только можно увидеть жителей из бывших колоний Португалии, да, но это те, кто уже тоже здесь живет давно, это, конечно, больше Африка, да, и то это вот в Лиссабоне, допустим, на севере уже значительно меньше, но они безобидны, они ассимилированы, да, население, поэтому здесь в этом плане все тихо, спокойно, ну, вот, единственное, карманники, да, вот, ну, мы всегда предупреждаем, но вот это как бы тоже стоит обращать внимание. А так люди очень отзывчивые, готовы всегда помочь, да, они еще не устали от туристов, как мы говорим. Ну, у португальцев есть такое, они очень толерантные, да, видимо, сами когда-то путешествовали по всему миру, и вот у них вот это осталось, и они действительно вот простые, да, люди, что уже в Европе иногда тоже не везде найдешь, поэтому люди, как бы и отзывы, да, от туристов, что люди очень дружелюбные, то есть и атмосфера по этому в стране очень, как бы, дружелюбная, то есть туристы не чувствуют себя там ненужными, а вот кому не обратятся, всегда все помогут, подскажут, да, ну, это, естественно, очень важно. Ну, что же, здесь, я, как говорила, здесь карта Португалии, да, тут аэропорты отмечены, то есть такая совсем небольшая наша Португалия, но с богатыми возможностями, да, и здесь, что я хотела вам много рассказать о турах наших, да, которые есть в продаже, я больше расскажу вот сегодня о туре «Новый взгляд на Португалию», потому что он такой достаточно сейчас, ну, как больше вопросов по нему, вообще мы часто, наша компания, да, «Фороуправо» мы делаем, стараемся делать всегда более-таки эксклюзивные программы, авторские туры, поэтому что-то другое, да, предложить, хотя есть и более стандартные маршруты, естественно, но всегда ищем что-то новое, да, например, вот у нас был, сейчас нет, но, может быть, тоже будет скоро заново, тур вот «Маяки Португалии», так как здесь много маяков, и, то есть, ну, совместить посещение монументов, еще и «Маяки» посмотреть, что очень интересное тоже в Португалии есть, но наши основные туры, которые вот мы сегодня, да, продаем, это «Португальские дороги истории», это тур более классический маршрут, проживание 5 дней, 5 ночей, извиняюсь, в Лиссабоне, две ночи в Порту, да, и охватывает Лиссабон, окрестности, и туда вот на север, в Порту, да, то есть северную часть, северный регион, Брага, Геморрайш, и вот побережье, ближе все к побережью, да, вот эта часть, ну, это такой более классический маршрут. Отличие, как бы, наших туров, да, что у нас небольшие группы, потому что мы хотим, действительно, ну, передать более качественный сервис, и мы делаем качественные туры, поэтому, вот я и говорила, что даже по маршрутам у нас нет такого, что 10 там городов в день, да, потому что это тоже качество, да, вот считается, что посмотреть, дать время на шоппинг там, на сувениры туристам, да, это же тоже очень все важно, и поэтому даже в этом как бы тоже считается качество, но и качество прежде всего в небольших группах, чтобы гид уделил внимание каждому туристу, да, потому что у каждого есть вопросы, там, с картами, ну, со всем, да, и, естественно, когда у тебя группа 50 человек, ну, вы понимаете, что это невозможно, да, сделать, даже время, пока туристы выйдут, зайдут, это 50 человек тяжело, когда группы небольшие, то даже внутри группы уже формируются какие-то дружественные отношения, да, начинают люди знакомиться более тесно, близко, да, и как будто какая компания там друзей, да, уже вот, особенно к концу тура вместе путешествуют, и это тоже здорово, почему нет, да, встретить новых друзей на конце Европы. Поэтому наша концепция именно, что мы делаем туры небольшие, да, то есть здесь вы можете посмотреть португальские дороги истории, классический маршрут, это вот самый такой большой, здесь до 25 человек может быть, а потом вот есть тур гастрономический Португалия со смаком, он до 18 человек, то есть совсем тоже небольшой, и вот тур «Новый взгляд на Португалию», сейчас я вам расскажу, тоже до 20 человек, то есть группы небольшие, смотря какое количество людей, да, на это рассчитывается автобус, автобус, но автобус всегда минимум там еще как бы дается, да, вот на, ну, лишние места, чтобы были, то есть не так, что там 18 человек, и автобус 24 места, тоже это некомфортно, да, вообще люди не могут рассеяться, то есть, соответственно, всегда, допустим, если 20 человек, то автобус там 33 места, да, чтобы у них было внутри места, ну, и для багажа в том числе, и просто рассеяться то, как желают. Поэтому вот такие вот небольшие группы, гиды, да, которые работают у нас, это гиды, в основном, уже с очень большим опытом работы в туризме, это люди, которые получали какое-то образование здесь, именно в этой сфере, которые умеют работать с людьми, что тоже немаловажно, да, потому что гиды, это как психологи иногда, ну, и мы можем с вами, как бы, делать нашу работу, но если потом будет плохой гид, то, представьте, да, это большое угорчение для всех нас, да, и для туристов, и для нас, кто делает продукт, кто продает продукт тоже, да, поэтому к подбору гидов, да, мы относимся очень тщательно, гиды, которые именно знают тематику, потому что, опять же, вы можете видеть, да, есть маршруты на север, есть маршруты на центральную там часть юг Португалии, что совершенно как бы разное, да, и, соответственно, тут должен очень хорошо узнать регионы, куда он везет туристов, и мы это, естественно, тоже подбираем. И вот здесь я хотела вам рассказать вот про вот этот тур, новый взгляд на Португалию, этот маршрут у нас именно появился из-за того, что многие туристы хотят вернуться в Португалию. Им понравилась Португалия, да, они почувствовали здесь себя комфортно, и знаю, что они еще не все увидели, да, потому что, как я говорю, Португалию, ты не посмотришь даже за неделю всю, да, и поэтому возникла такая именно идея показать другую Португалию, то, что в первом знакомстве, в первой такой встрече, да, с Португалией туристы не увидели. И вот этот тур, новый взгляд на Португалию, он охватывает Лиссабон и Алинтежу, регион и Алгарба. То есть, если в классическом маршруте, в маршруте туристы приезжают в Лиссабон, и они едут на север, туда вот к Порту, некоторые иногда, ну, бывает, что там охватывают еще Эвор, это единственная куда-то экскурсия, но, допустим, в наших турах сейчас туда не ездят, да, но, может быть, туристы были там с другим оператором, да, в Португалии, и они ездили Эвор, но все равно регион Алинтежу они не увидели, да, как он представлен, допустим, в данном туре. Поэтому этот тур больше именно на кто хочет вернуться еще раз, ну, и, может быть, наоборот, начать знакомство, да, с Португалией, то есть тут мы ограничивать, не будем туристов, что это только для повторных уже, нет, у нас есть туристы, кто начинают, наоборот, знакомство со страной именно с этого тура, а потом, ну, хотят поехать дальше, да, уже возвращаются через какое-то время и делают, наоборот, северную, да, часть Португалии. Поэтому тут без ограничений. Но стандартно туры в основном у нас все 8 дней, 7 ночей, заезды практически все туры, вот, вы можете посмотреть, пятница, суббота, воскресенье, то есть даты у нас уже всех туров проставлены до ноября 2019 года, то есть уже все расписано, некоторые там даже уже декабрь охватывают, да, то есть все даты гарантированы, да, любая из дат гарантирована, потому что записи уже идут и на осень, да, уже в том числе. И группы небольшие, да, то есть когда мы, естественно, уже видим, что все, да, группа набирается, мы стоп, делаем остановку продаж, поэтому в туре не может, если он до 18 человек, то там будет 18 человек максимум, да, то есть поэтому группы небольшие и спрос как бы есть. Но все даты уже расписаны, поэтому вы можете посмотреть, да, в какие даты есть. Но заезд в пятницу, суббота, воскресенье, то есть если программа, допустим, люди приехали в пятницу, то вот я сейчас покажу пример программы, которая пятничная, да, ну, например, люди, которые приехали в субботу, там, или воскресенье, а у них они ничего не теряют, то есть они просто потом как бы на пару дней дальше остаются, да, вот так вот, ну, они полностью программу все выполняют, то есть как вот она есть, никакой экскурсии не теряется, да, что это тоже немаловажно. Но может каждый регулировать, как удобно приезжать, да, в какой день. Но стандартный, допустим, прилет, первый день просто встреча в отеле, заселение в отелях селят большая часть после 14.00, некоторые после 15.00. Очень редко, когда могут заселить раньше, потому что отели переполнены, да, особенно летом, поэтому иногда, думаю, туристу, если я приезжу в 11, там, попробую заселиться раньше, иногда, к сожалению, это не проходит, да, то есть только после двух часов дня в отеле есть, естественно, багажная комната, да, где, в принципе, можно оставить, пойти погулять и потом прийти и заселиться. Важны еще туристические налоги. Виссабон, Порто, сейчас с этого года везде уже налог туристический 2 евро. С человека в ночь оплачивается непосредственно, сами туристы оплачивают в отеле, либо при чек-ин, да, когда они заезжают в отель, либо уже по выезду, да, то есть это важный момент. В цену тура налог не входит, потому что это именно нужно оплачивать на месте, да, и там кликанцы дают туристам об оплате. То есть если там двое человек в номере, то с каждого человека по 2 евро за ночь. Раньше в Виссабоне было 1 евро, но сейчас уже увеличили, да, вот данный налог. То есть это, ну, мы туристам это тоже говорим, да, когда они приезжают, но можно также с вашей стороны, да, упомянуть, что будет туристический такой вот налог. Поэтому первый день прилет, заселение, встреча, да, иногда у нас встречают русскоговорящие водители, то есть по-разному, да, бывает, то есть помогают. Если нет, если португальские водители, то они получают все равно письмо приветственное, там все расписано, во сколько начало экскурсии, там, да, то есть туристы не потеряли, есть контакты, с нами с офисом можно связаться, да, если что, там WhatsApp, Viber, включится лишь к интернету. То есть они получают всю информацию. На следующий день обзорная экскурсия по Лиссабону, обычно на 4 часа, и вторая половина дня свободна, потому что, ну, люди хотят, естественно, погулять, посмотреть, шоппинг, естественно, да, всех интересует тоже. Так что вот Лиссабон более такая ознакомительная, и потом они уже гуляют, катаются на трамвае, обедают, по магазинам ходят, то есть это вторая половина дня свободна. На следующий день Синтра, Мусорока, Кашкайш, да, едут в Синтру, посещают усадьбу Кентари-Галейра, там вот мы можем видеть знаменитый колодец посвящения, очищения, потрясающие, да, красоты усадьба. Находится в Синтре с парком 4 гектара, потом прогулка по Синтре, в том числе по исторической части, да, также посещение Мусорока, да, самая западная точка Европы, Кашкайш остановка обязательно, там тоже для прогулки по городу, и чуть-чуть свободного времени, ну, то есть это экскурсия примерно на 8 часов, да, она вот так вот занимает, и потом возвращаются в Лиссабон. День 4, они уже выезжают из Лиссабона, то есть утром завтракают, собирают чемоданы, да, и выезжают из Лиссабона, едут по мосту Васкадагам, это самый длинный мост в Европе через реку, он длиной 17 185 метров, пересекают реку Тежу, потому что вот здесь с собой река Тежу, у нее здесь самая широкая часть, почти 16 километров, многие думают, что это океан, да, уже, но на самом деле это все река, и вот там как раз мост Васкадагам, вот этот самый длинный, они пересекают по мосту, и также есть остановка, вот предусмотрена Фрипорт, Fashion Outlet, это очень известная сейчас зона, Фрипорт, да, где масса магазинов разных марок, и там остановка на парк часов, люди могут погулять, посмотреть, закупиться, да, ну, либо просто там, есть даже где парковая зона погулять, да, но вот Фрипорт, как бы у нас стали спрашивать постоянно, и вот мы решили сделать такую вот здесь остановку, как раз по дороге в Эвере, поэтому остановка во Фрипорте, и дальше они едут в сторону Эверу, Эвер это самый крупный город в регионе Алин-Тежу, хотя в самом городе, да, там проживают в окрестностях около 100 тысяч человек, но это самый крупный, да, потому что Португалия совсем небольшая, даже Лиссабон хоть и столица, но в самом городе 700 тысяч жителей даже не живет, да, то есть город не миллионик, рядом с Лиссабоном зона большого Лиссабона, здесь уже 2,5 миллиона жителей, да, примерно, ну, а население всей Португалии 10,5 миллионов человек, меньше Москвы, да, это вся-вся страна, вот, и поэтому Эвера для региона Алин-Теж, куда наша группа едет, это последний, так сказать, город, прям город, потому что дальше то, что они там будут посещать, это будут совсем незначительные, ну, такие маленькие, да, городки, ну, потрясающей красоты, да, то есть это, поэтому когда они будут возвращаться в Эвера, они будут чувствовать, что они в городе, да, хотя он такой по очищенности совсем небольшой. И в этот день у них включен еще обед в региональном ресторане, там именно кухня региона Алин-Тегр, которая очень интересная, тоже очень разнообразная, и они останавливаются вот обедать в таком региональном ресторане, это у всей группы включено, да, чтобы познакомиться с кухней этого региона, с винами в том числе, там потрясающий такой вот буфет, но с большим количеством блюд, сладкого в том числе, да, но именно кухня региона Алин-Теж, то есть это как бы хорошее такое вступление, да, вот, в этот, на территорию региона, ну, и чтобы понять потом, что им дальше пробовать, да, что нравится. После обеда они переезжают в город Эвору, то есть там рядышком уже, и в Эворе экскурсия, вот здесь сейчас я вам покажу фотографии, да, вот есть, это как раз-таки Эвора здесь представлена, вы можете видеть еще римский храм, датируется начало третьего века нашей эры, правда, в Эворе находится вот знаменитая часовня костей 16 века, на любителях, но многим интересно посмотреть, да, вот, капелла дзосу, что называется, кафедральный собор, с правой стороны, 12 века, Эвора вся историческая часть классифицирована ЮНЕСКО, как всемирное достояние человечества, да, поэтому там такая более пешеходная прогулка, но вот осматривает вот эти главные достопримечательности, площади, соборы, церковь, святого Франциска, да, то есть вот экскурсия пешеходная, там еще где-то 2,5-3 часа проходит, да, там они вот это все смотрят, и после этого уже селятся в отеле. Этот тур предусмотрен в отеле 3, либо 4 звезды, да, и в зависимости от категории отеля, то есть после экскурсии их отвозят в отель, и там они заселяются. В Эворе они 2 ночи, да. На следующий день, это уже, получается, пятый день, да, ну, либо там, если кто заехал, в воскресенье для них это только там третий день, да, зависит, зависит, но в этот день они посещают такие города, как Мансараш, Элваш и Вилла Висоза. Элваш, это город тоже под защитой ЮНЕСКО, да, он сейчас вот классифицирован. Мансараш, это городок, сейчас я вам покажу фотографии, он находится на такой холмистой местности, и вокруг там потрясающая красота, это тоже река Годиана, сам город просто игрушечный, да, игрушечный, и именно там прогулка по городу, посещение крепости, да, но это как сказка такая попадаешь, маленький, уютный, с потрясающими видами вокруг. Вот вторая фотография здесь, это вот Мансараш, но сейчас там будет дальше фотография. Вверху это Элваш, это Аквыдук здесь еще 16 века, а внизу это пейзаж региона Алинтежо, о чем я говорила, то есть такие равнины, и, кстати, именно этот регион, да, это родина пробкового дуба, сейчас я тоже об этом расскажу. То есть в этот день они едут сначала в Мансараш, смотрят этот городок, потом Элваш, Элваш, он уже 8 километров от Испании, это был город-крепость, его называли, знаете, как замок в замке, потому что это была территория, где чаще всего, откуда соседи испанцы нападали на португальцев, да, и до сих пор много шуток в сторону испанцев здесь есть. Ну, были времена, когда действительно воевали, да, и вот Элваш это был такой город-бастион, да, который охранял в течение долгих веков вход, можно сказать, в Португалию, поэтому там военная тематика очень интересная, архитектура военная, да, то есть совершенно, опять же, другая как бы тема, но можно все посмотреть и помахать рукой испанцам, потому что там действительно, как бы, да, вот, и уже рядышком рукой-рукой протянуть. Я просто увидела только сейчас вопрос насчет синтры, буквально отмечу, да, сразу, они, у них по программе, по программе стоит усадьба Реголейра, да, именно по программе. Бывает, что если они все успевают, то есть там, да, ну, как бы в маршрут, то есть по расписанию они успевают, то тогда они могут посетить дворец Пэна еще, да, все зависит от, как бы, времени года, например, летом туда, во дворец Пэна, хотя сейчас здесь у нас меняют немножечко правил, потому что, да, последнее у нас, вот это лето было ужасное, пробки туда стояли по полтора часа только подъехать ко дворцу, потому что все машины, как бы, разрешили туда ехать, но сейчас вроде бы будет ограничение, что только туристические, да, вот автобусы, там, туристические машины легковые, и если это примут, то это, конечно, как бы мы тогда можем гарантировать, что они тоже во дворец Пэна всегда могут попадать, потому что, если, представьте, там полтора часа стоишь в пробке, непонятно из-за чего, да, то они там выбиваются из графика, и у них, конечно, это как бы не получалось с летом, да, а, допустим, весна, осень, уже, говорят, Пэна почти тоже всегда в ходе, да, но мы прописываем именно усадьбу Регалейра, да, и, как бы, говорится, потому что все туристы в основном спрашивают про Пэна, да, и мы всегда говорим, что, да, скорее всего, будет, да, и, ну, стараемся, чтобы они попали в этот дворец, но ждем, посмотрим, как все-таки там муниципалитет Синтры решит в этом году, чтобы реально гарантировать, да, им визит в этот дворец. Вот, прошу прощения, дальше вот то, что по вот этому дню, Мансараш, Элваш, Вилла Висоза, а Вилла Висоза, то есть они смотрят город Элваш, там у них обед еще свободный, да, и мы едут в Вилла Висозу, Вилла Висоза, это вот наверху, здесь вы можете увидеть Королевский дворец, где раньше короли Португалии проводили лето в основном, лето, осень, ну, по-разному, это последняя династия королей, здесь была браганская династия, и сам дворец тоже еще, его строительство началось в 16 веке, и он очень интересный внутри, да, поэтому и сделан из мрамора сам фасад, потому что в регионе Алинтежо там мраморные карьеры, кстати, местами, где проезжают туристы, это все можно видеть, да, и если есть возможность там открыто, то они даже могут увидеть, как добывают мрамор, да, то есть это тоже потрясающе, поэтому в Алинтежо очень много мрамора, что тоже необычно, да, он повсюду, и даже вот дворец здесь из мрамора, да, вот фасад выложим, ну, и внутри там много мрамора. Здесь внизу на картинке, да, вот вы можете видеть на фотографии, это вот Элвош, но здесь не город, а это только лишь один из портов, это Порт Грасса, и в городе вот таких много военных, да, архитектуры, очень интересная, как я уже говорила, они охраняли все вот входы в Португалию из Испании. И другая картинка, это вот этот Мансараж, как городок, он в крепости внутри, да, мы можем видеть, там прогулка по городу, посещение замка, посещение там центральной церкви, да, там много сувенирных лавочек, то есть там туристы всегда теряются, и вокруг там вы можете видеть, вот находится река Годиана, да, то есть потрясающие везде виды, и не так жарко. Кстати, хотела сказать, что вот этот тур, новый взгляд на Португалию летом мы не делаем, то есть вы потом посмотрите даты, которые, да, проставлены, почему летом нет, то есть там, по-моему, июнь последняя, я сейчас точно, да, не помню, но надо посмотреть, но летний период точно этого тура нет, потому что Алинтезу, это еще самый жаркий регион в Португалии, там летом температура может быть 40-45 градусов днем, представьте, да, потому что мы уже отдалены от океана, и уже вот граница к Испании, да, 8 километров в Испании, и, соответственно, это очень некомфортно, то есть в одном период там с 12 до 4 часов иногда на улице нечем дышать, и, естественно, программы тогда мы не могли бы делать, да, которые у нас проставлены, но все равно они насыщенные, много что посмотреть, ну и просто для туристов это некомфортно, поэтому в летний период туда туров нет, но начиная вот с осени, и вот сейчас, да, вот этот период, март и до июня, да, и потом уже начиная где-то с сентября, Алинтезу уже прекрасен, да, то есть туда стоит уже ехать, поэтому, чтобы вы понимали, почему летом нет туда туров, именно из-за того, что жарко, да, просто очень-очень жарко, такой вот насыщенный день. На следующий день, шестой, туристы посещают фабрику пробки, потому что регион, как я уже говорила, Алинтезу, это родина пробкового дуба, в Португалии растет 54% всей мировой пробки, и, конечно, когда туристы попадают в этот регион, они видят повсюду пробковую дубу, им рассказывают, как добывать, что, но хочется понять это лучше, да, как с этого дерева снимают кору, как ее обрабатывают, потому что в Португалии очень много сувениров из коры пробкового дуба, сумочки, зонтики, тапочки, кошельки, все, что угодно, да, делают, и, конечно, непонятно, как это все можно сделать из коры пробкового дуба, поэтому как раз-таки недалеко от Эвер мы заезжаем на такую традиционную португальскую фабрику с семей, ну, там работает человек 15, да, у них, но, по крайней мере, там мы можем увидеть весь процесс производства, как снимают кору, да, то есть рассказывают, как эту пробку там, потом ее обрабатывают, варивают, то есть все, 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 никакие есть вопросы, туристы могут задать, там гид приведет, да, чтобы не было ни у кого, потом никаких сомнений, и, конечно, это очень интересно, да, потому что больше такого нигде не увидишь, то есть визит на фабрику, где-то занимает около часа, да, вот, чтобы все рассказать, посмотреть, задать вопросы, и в регионе Алинтежо, конечно, повсюду продаются сувениры, и такие вот испробки, также на этой фабрике, да, они могут кое-что там приобрести, то есть вот такой вот визит, и после этого туристы прощаются, так сказать, с регионом Алинтежо, и едут на юг, в сторону Аугар, да, потому что наш тур, он Алинтежо, Аугар, вот, Лисовой, и туда, на юг, они едут на тоже на две ночи, в этот день после фабрики они едут, первая остановка, это Вилла Мора, знаменитый, такой курортный, элитный, Майами, как говорят в Португалии, если еще нет, но хотят это сделать, да, в Майами португальский, именно этот город, он с шикарнейшей мариной, где яхты, парусники, ну, даже больше яхты, да, и там много ресторанчиков, где можно пообедать, либо просто погулять, кто хочет, да, также пляж, уже первая встреча с пляжем, да, с укеаном, более теплым, безусловно, на юге Португалии теплее, там больше климат уже ближе к Средиземноморскому, и такая вот первая остановка в Вилла Море, да, в Волгарбо. Но в этот день они еще также посещают Силвыш, замок особенно Силвыш, он арабского происхождения, очень красивый, интересный такой вот замок, визит, да, то есть это тоже входит именно в этот день. Тут вот как раз фотографии, вы можете увидеть, да, это вот кора пробкового дуба, там ее снимают, пробки делают, ну, то есть все, это туристы знакомятся, да, что, как. Дальше переезд в Вилла Море, вот она знаменитая Марина с яхтами, да, вокруг там, как я говорил, много кафе, ресторанчиков, магазинчиков там сферных, то есть есть чем заняться, погулять, да. Дальше вот внизу крепость Силвыш старинная, из красного такого песчаника, песчаника, очень необычно еще вот в период арабов, мавров уходит, и вот пляж уже Алгарова. И две ночи после экскурсии, да, заселение в отеле, и две ночи они живут в Алгарова. На следующий день у нас стоит опция, либо это день пустой у туристов, почему, потому что, почему опция, потому что, ну, некоторые хотят просто в этот день пойти на пляж, потому что заселение в отелях, да, недалеко от пляжа, чтобы действительно можно было в пешей доступности туда пойти, и если есть желание, то следующий день, последний, можно просто отдохнуть, полежать по-за гора, да, и покупаться там, отдохнуть, в общем. В этот день есть опция, те, кто не хочет пляж, хочет еще что-то посмотреть, за дополнительную оплату, да, они могут поехать на вот такую экскурсию, Сагрыш, Лагуш и мыс Сао-Висенте, это, получается, самая западная точка в Алгарве, да, на юге. То есть эта экскурсия на целый день, она включает посещение Сагрыш, Сагрыш, это была известная раньше там школа мореплавателей, да, оттуда как бы все начиналось, эпоха великих географических открытий, мыс Сао-Висенте, там вот мы можем видеть здесь на фотографии, тоже очень красивый мыс с потрясающими видами на побережье, на скалы, и Лагуш, Лагуш, это один из таких тоже главных городов в Алгарве, в 16-17 век, да, когда-то это был, именно там находился крупнейший рынок работорговли, то есть в Лагуш есть историческая часть, где там тоже пешеходная такая экскурсия, прогулка по Лагу, да, с осмотром, хотя сегодня, конечно, Алгарво такой более туристический, да, он не настолько насыщен историей, там, допустим, как Алентежу, да, так, Лиссабон, север Португалии, но все равно есть что посмотреть, и потом еще в эту экскурсию входит прогулка по гротам, то есть не прогулка, а прогулка на лодках по гротам, потому что побережье Алгарво, оно, естественно, своими гротами красивейшими, да, вот, и как раз-таки из Лагуш на один час на лодках они отправляются в грудь, да, океана, да, и доходят к побережью, где самые красивые гроты, да, города Лагуш, то есть это вот такая экскурсия на целый день, но, как я сказала, дополнительную оплату, потому что, как бы, все зависит, да, вот сколько человек, то есть, ну, то есть цена фиксированная, то есть уже, да, входит в эту стоимость, то есть за целый день входит также прогулка на лодках в Лагуш, то есть это все включено, да, то есть, но просто потом это оплачивается, как бы, на месте, потому что, как бы, этот день предусмотрен изначально пустой для отдыха, и только вот те, кто желает поехать, да, то тогда они могут уже там на месте предусообщить и поехать, да, в этот день на такую вот экскурсию. И последний день, то есть две ночи в Алгару прошло, и на следующий день утром они выезжают уже из Алгару в сторону Лиссабона, но заезжают еще в город Ситубол, Ситубол находится 45 километров уже от Лиссабона, ну, то есть уже большую часть их проехали, да, и заезжают в Ситубол. Ситубол – это лучший такой город, где можно увидеть рыбу, морепродуктов, там известнейший рынок, да, вот, который они посещают с гидом, просто посмотреть. В этот день, в принципе, на рынке там продают сыры, хамон, там еще что-то, фрукты какие-то, да, и можно, могут закупиться даже и взять с собой домой, да, там, то есть такое вот визит на рынок. Также в Ситуболе находятся винодельни, извиняюсь, не винодельни, а в Ситуболе находятся рестораны, да, где можно там пообедать, свежая рыба, то есть все это есть. После Ситубола они посещают еще винодельню в регионе Азейтау, где производят знаменитый мушкател, то есть там дегустация мушкателла и вина, да, и возвращаются в Лиссабон через статую Иисуса Христа, то есть заезжают на знаменитую статую Христа, и вот по второму мосту 25 апреля они как раз-таки уже вот возвращаются в Лиссабон. И в этот день, в этот день они либо уже улетают, да, в зависимости от рейса, либо остаются еще на одну ночь, да, в Лиссабоне и улетают на следующий день. То есть вот такой вот тур, да, на 8 дней, но очень насыщенный, очень интересный, совсем другая Португалия, совсем, да, то есть более, может быть, спокойная где-то, неизведанная еще, там нет массового туризма, да, вот особенно регион Алинтежо, это, конечно, большой такой подарок, что, ну, люди чувствуют себя вообще вот как местные, да, но в то же время познают тоже богатую историю, да, монументы видят потрясающие, которые, как бы, у них еще, некоторые даже не знают, да, но очень интересно. Такой вот тур, да, вот здесь написано, что включено, то есть в этом туре включена дегустация вот вина Мушкотелла, обед, вот то, что мы говорили в ресторане с кухней региона Алинтежо, вход уже на фабрику пробки, замок Силвыш, то есть тут все вот прописано, да, а этот тур на завтраках, то есть тут мы не даем опцию с обедами, потому что в других турах, в другом, допустим, туре португальской дороги истории у нас есть с обедами, да, в этом нет, но гид рекомендует всегда, да, то есть где пообедать, что пообедать, то есть у них эти словарики есть, да, гастрономические, поэтому, как бы, это все, ну, людям легче, да, становятся. Также наушники, если группа уже от 8 человек выше, ну, что обычно, да, когда приезжают, они получают комплект наушников, потому что в монументы по городам ходят, да, у них индивидуальный комплект на целую неделю, который они потом сдают. Дальше. И я уже, времени уже, да, я просто заканчиваю, уже все, уже время, время много. Другой вот тур Португалия со Смаком, я уже не буду так подробно, вы его можете почитать, да, вот на, как раз-таки почитать о нем там по программе. Это тур до 18 человек, здесь делается упор больше на, конечно, еду, хотя здесь везде еда, по-моему, как я уже говорила, но все равно здесь, как бы, включены, то есть в этом туре, если вот предыдущий тур там только завтраки, в этом туре включено 5 обедов. 5 обедов, а почему именно обеды? Потому что ужины, это рестораны, да, то есть ужины, рестораны при отелях, это не тот вариант, что мы хотим показать, мы хотим, чтобы люди попробовали настоящую кухню, по-настоящему, да, что есть в этой стране, поэтому в туре включены обеды, где у них входит закуска, горячее, десерт, вино, да, то есть вино обычно там полбутылки на человека, но если захотят больше, не проблема, да, плюс дегустации есть, да, вот три дегустации еще, портвейна, мушкотелы, здесь зеленое вино, также вот эта проба пирожных, мы сейчас посмотрим, да, то есть идея именно в этом туре больше познакомить с кухней еще, да, где они именно все это пробуют, да, ну, конечно же, и посмотреть страну, то есть архитектуру, там, историю не убираем, не делаем только все внимание на кухню, да, на вина, нет, то есть это все вместе, да, оно сопровождается, просто у них уже организованные обеды, да, и так они действительно могут побольше познакомиться со страной, вот на вкус, так сказать. После обедов обычно уже многие не хотят ужинать, у нас только они большие, потому что португальцы довольно крупные порции, да, большие, и всегда переживают, наелись или нет, так что уже до ужинах часто не доходят, да. С этой программой вы можете, да, посмотреть именно, что они смотрят, да, вот есть, она называется, Португалия, Сосмаком, виногастрономический тур, в этом туре посещаются города, вот тут перечислено, чтобы вы понимали, Лиссабон, Синтрам, Исрока, Кашкаш, Обидуш, Назаре, Баталя, Куимбра, Авейру, здесь есть Ламегу, Порту, Доуру, в этом туре они живут одну ночь на Доуру, это вот Винный регион, да, там в Афиле, и у них как раз-таки вот визит этого региона, да, также Мира де Айры, это гроты знаменитые, мост 25 апреля, Статуя Христа, Азутау, Винодельник, Королевский дворец Ажуда в Лиссабоне, то есть, как видите, программа как бы насыщенная тоже, да, то есть они много смотрят, но вот с дегустациями, да, и вот с этими обедами, поэтому тут мы можем видеть, вот пять обедов, как я уже говорила, и вот эти дегустации, пирожные, портфель, литер в обе души, джин-джиня, зеленое вино сырых, мушкателл, то есть это вот такой тур, сегодня просто я уже не успею, да, они более как бы подробно, может быть, в другой раз, если будет нужно, да, интересно, более подробно, что они смотрят, это могу тоже, конечно, все рассказать. Ну и для индивидуальных туристов, да, я тут пересекну, просто у нас есть такой слайд, что мы занимаемся также еще еврейским направлением, потому что в Португалии очень богато еврейское наследие, и сейчас этот туристический продукт в стране очень как бы на подъеме, но это, естественно, те люди, у которых больше еврейских кормят, у наших тоже есть, да, вот, но много приезжают с Америки, с Бразилии, с Израиля, конечно, говорящие, с Россией тоже, да, вот, поэтому вдруг, если у кого-то есть клиенты, да, может быть, вот, ну, то у нас есть целые туры по стране, да, и много предложений, экскурсии, здесь Сабон, Порто, с посещением синагог и еврейских кварталов, да, есть гиды, которые специализируются именно на этом продукте, потому что это очень важно, да, гид, особенно для таких туристов, с богатыми знаниями, да, вот, истории данной темы, поэтому просто здесь я оставляю, да, как иметь в виду, чтобы, да, можно было как раз-таки, да, что ли тут, а, предвиду вас, и для индивидуальных клиентов, конечно, вы можете ознакомиться тоже с нашими разными там экскурсиями, у нас есть разные мастер-классы, да, которые туристы могут взять, мастер-класс по Азулейджу, например, это плитка, да, знаменитые израсцы Португалии, гастрономические мастер-классы, есть различные, и вот для таких вип-клиентов, для индивидуальных, если какие-то кто-то хочет там особый, да, экспириенс, то есть какой-то особый опыт, да, то вот можно снимать, брать в аренду желтые трамваи, да, делать разные прогулки, вот на лошадях, на пляжах, есть вертолетные прогулки, сейчас, кстати, становится более востребованный, Лиссабон, Порту, очень интересно, да, вот полетать на вертолете, ну, конечно, это стоит определенных денег, но потрясающие, да, ощущения, особенно даже здесь, вот из Лиссабона, те, которые летают туда, в сторону Синтры, посмотреть, замок Пена, Мавританскую крепость, высоты, да, Месс-Рока, то есть разные там есть опции, так что, если кто работает с ВИП-клиентами, да, то есть такие возможности тоже есть. Воздушные шары есть в регионе Алинтежу, то есть мы уже организовывали, из Лиссабона как бы едут туда, и там поднимаются на воздушных шарах, в том числе есть еще к северу, к Лиссабону тоже опция, то есть, ну, в зависимости от погодных условий, да, то есть все, можно вот это подобрать. Особые какие-то, естественно, отели, да, для таких туристов, допустим, делаем маршруты, где могут жить ползадыш, вы, наверное, знаете, да, это вот в Португалии есть свои, своя сеть отелей, исторические такие ползады для Португалов, бывших замков, могут быть дворцах, исторических зданиях, да, то есть такого рода клиенты любят остановиться и вот в таких отелях, и делать какие-то интересные программы. Ну и также МАЙС, да, мы занимаемся МАЙС-туризмом, МАЙС-изложений у нас довольно много, если потом кто-то тоже работает с такого рода клиентов, то вы можете обращаться к менеджерам, да, и мы с удовольствием потом предоставим вам тоже разные программы, которые вот у нас есть. Вопрос там, да, был еще в Лагуш, вдоль пляжа, Бенажил, нет, Бенажил, дело в том, который вот из Лагуш, они посещают, да, это грот Пьедады, Бенажил, это чуть в другую сторону, то есть в этот они не едут, да, то есть около Лагуш, понтеды Пьедады, гроты знаменитые, и вот как раз-таки они вот эту часть, да, посещают. Бенажил, он в другую сторону, туда, к сожалению, нет. Хотя, если вы посмотрите, вот, гроты Пьедады, они тоже часто, да, везде на открытках, то есть Бенажил и Пьедады, это отбыва, как бы, таких самых знаменитых объектов, гротов, да, вот, которые в Алгарбе можно увидеть. В принципе, друзья, все времени просто очень мало, да, и то я уже за полтора часа вас заняла, да, поэтому спасибо большое за внимание, если у кого-то какие-то вопросы будут, вы, пожалуйста, пишите, менеджеров они переправят мне, да, и я с удовольствием прокомментирую, то есть что-то, если нужно, еще добавлю, да, и ждем вас в Португалии, ваших туристов, желаем отличного 2019 года, да, чтобы он действительно был продуктивный, ну и всем нам много путешествий и много хороших клиентов. Спасибо большое еще раз и всего наилучшего вам.